Ну конечно, сначала была определенная радость после решения Баха, а затем она сменилась режимом ожидания, сейчас это такой тревогой, потому что, например, все то, что произошло в Федерации Греблина Байдарка Каной, когда взяли и убрали наши боеспособные экипажи канаистов и байдарочников за какие-то неведомые манипуляции, а Крайтер вообще в этот день допинг не сдавал, что ему меняют. Это бред. И унижение колоссальное. Из большого количества грибцов допустили шесть человек, у нас восьмерки готовились, четверку парную вырубили еще раньше. Федоровцев плачет и клянется, что он не употреблял ничего, тем более, что там пограничная доза препарата, который был запрещен в 2014 году. И, в общем, сейчас, конечно, настроение у меня не самое радужное. Мы понимаем, что сборная будет обескровлена, естественно, никаких медальных планок говорить не приходится. И, вы понимаете, у всех нас после каких-то ошибок есть возможность, после любовной неудачи, после потери бизнеса, я не знаю, после еще каких-то неурядиц, есть возможность прийти в себя. Но у спортсмена-то нет, потому что век он может быть буквально один сезон, два сезона, три сезона, а промежуток между Олимпиадами четыре сезона. Поэтому я понимаю, что эти люди потеряли фактически самое дорогое. Шубенков и Симбаева, да, без слез невозможно смотреть. Катя Конева плачет постоянно. Поэтому, конечно, за каждым спортсменами, как атлетами, другими стоит огромная работа, судьба, жизнь. Судьба человека, понимаете? Поэтому, конечно, я еду на Олимпиаду комментировать, но счастья нет, знаете как. Наше отступление не похоже, вот в спорте, не похоже на то, что было в 812 году в Святском Кутузове. Давайте мы не будем сравнивать с катаклизмами, с войнами, с спортом, не более того, но и в рамках этого спорта трагедии, неприятные моменты. Поэтому, конечно, жить надо продолжать, но и ребятам я ничего сказать не могу, потому что у меня просто горло пересохло. Но то, что два канала, два основных канала страны сообщили о том, что они сокращают резко уровень телетрансляции, вернее, в общем, объем. Я могу сказать, большие молодцы, потому что тогда матч ТВ покажет все остальное. Хотя я как сотрудник телеканала России в том числе, надеюсь, что Олимпиады будет достаточно и по Первому каналу, и по России, конечно, на матче. То есть российские зрители определены не будут? Нет. Только за кого болеть? Вот, например, я еду сейчас на Олимпиаду, да, грибцов уже практически нет. Прогу на год остается, с моей предыспорта, синхронистских пловцов, лучших убрали. Поэтому, конечно, всегда ездит на Олимпиаду с ожиданием, что кто-то выиграет золотую медаль, ты порадуешься, расскажешь стране. Сейчас ситуация, конечно, совсем другая. Ну вот боксеры, дзюдоисты, борцы едут, полный механом. Нет, ну понятно все, они порадуют нас, сомнений нет, только, к сожалению, я эти виды спорта не комментирую. Спасибо. Спасибо. Ну, удачи. Спасибо. В любом случае. Взаимно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.